приветствую доброго времени суток и слышу об ваше свидетельство до эфира затем на днях мне рассказывали о том что вы служите в церквах своим свидетельством рассказываете что бог совершил вашей жизни что бог делает сегодня в какой области служения вы двигаетесь или так дух святой вас двигается скажем так и поэтому на сегодняшний момент вы несете служение в мексике до мексики и в канкуне канкуне но не в той части канкуна которую мы знаем и наши соотечественники настоящем канкуне там есть блеск но есть и нищета канкуна вот первая часть это не о вас там где отдыхают там где шикуют там держи вот и греют на солнце но есть нищета вот в этой части и вы трудитесь вашим мужем луис это мексиканец еврейского происхождения и так до эфира я о вас услышал следующее валентина такой миссионер из-за таких миссионеров у меня душа не болит это сестра вера деркач которая вас привезла в эфир она сказала такую фразу я сразу ухватился за эту фразу вопрос следующего содержания почему у людей и вашей подруги веры не болит за вас душа я думаю что то что вера имела ввиду что для меня миссия это не посещение а это жизнь миссия это моя жизнь или можно сказать я превратила свою жизнь миссию служению там где меня бог призвал на данный момент это в мексике этому предшествовала вы пришли к богу около 20 лет назад 20 лет в этом году 20 лет лет в этом году ваша семья имела ужасную болезнь да просто ужасную именуя эту болезнь некоторые из зрителей будут содрогаться то есть это была эпилепсия и четверо из вас болели этой болезнью до уверования до уверования какая жесть и вы в том числе болели я в том числе вы полностью здоровы на сегодняшний момент конечно пожалуйста вам слово да моя мама сама родом из смельницкой области в украине и и направили на работу в житомирскую областью в те времена государство решала где им работать она приехала на перекладный добиралась в это далекое полезское село затерянные в лесах очень практически на границе с белоруссией и когда она приехала туда там и завоевал ее сердце моряк владимир моему мою маму зовут оля она вышла замуж осталось работать там школе учителем потом мой папа то то я его называю он на тоже работал учителем мама учителем русского языка а тату работал учителем физкультуры и когда у них уже было двое детей ему было 28 лет он вдруг заболел эпилепсией это был конечно шок для моей мамы молоденькой женщины ей было 23 года и жизнь изменилась с тех пор моя мама стала для моего отца всем тем что не просто женой а и сиделкой и и она она работала в школе учитель она просила чтобы ей давали классную комнату с выходом на спортивную площадку и она все время она проводила урок стояла у доски но краем окон глаза она всегда смотрела на на спортивную площадку в результате моя сестра которая на меня 6 лет старше родилась с эпилепсией потом родилась я тоже с эпилепсией вот у моей мамы за раз в доме три больных человека кровати берет приступ тата она к нему даться и она бежит к нему в то же время берет приступ меня в кроватке она бежит хватает меня на руки бежит к нему и как она говорит что только милость господня сохранила ее разум здравый на то время она господа не знала или по наслышке она господи но она говорит это так я была с господом но не для господа а потому что уже в это время ее семья в мельницкой области камнец подольском и в ровенской области в сдолбунове пришли к веру живому да уже уверовали когда-то она ездила на свадьбу своей младшей сестры будучи учительницей и вот они молились на дорогу все стали на колени и мама моя учительница она так нуждалась в боге и она стала на колени молиться и ее брат пришел и возложил на нее руки и стал изливаться дух святой и ее мама говорит миша миша не ложи на нее руки и она учительница если ее крестить духом святыми и с работы выгонят да и с тех пор бог крестил ее духом святым и я насколько помню моя мама всегда молилась у отца она молилась разумом и взывала к духом и поэтому бог всегда был главным в нашем доме хотя мы не знали слово божье но мама всегда учила на страху господь вам и четверо в семье болеют эпилепсии болезнь ужасная и как говорят многие не излечимая не излечимая но мы перейдем в ракурс того что бог он меняет полностью эту неизлечимость исцеляет и и чудо делает вот такому богу мы служим о нем мы и говорим то есть совершилось невероятное каким образом все таки пришло исцеление когда мама написала своим родным камнец подольский что происходит в доме ей при ей пригласи ее пригласили на молитву сказали приезжай привози девочек на молитву мой младший брат еще не родился в это время мама взяла мою сестру алу ей было семь лет меня мне было десять месяцев и поехала тайком от все но семья конечно знала но с работы как-то она умудрилась отпроситься повезла нас на молитву была пятница было молитвенное служение в доме ее сестры младшей и люди стали сходиться на собрание и меня взял приступ очень сильный температура была 41 по цельсию и мама говорит ты практически перестала дышать и даже люди запаниковали стали говорить давайте вызывать скорую нас обвинять что мы перенесли в жертву ребенка но мама сказала я скорую могла вызвать дома здесь будем звать господа и вся церковь стала на колени прям там во время богослужа да вот еще с богослужение даже не начиналось вот пришли уже служителя и стали на колени стали взывать господу и если сегодня вы у меня спросите что такое эпилепсия он скажу я не знаю потому что господь исцелил меня после той молитвы с тех пор то есть вы совершенно 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 свободно также как и моя сестра она потом родился мой брат он три года моложе меня володя он родился тоже с эпилепсией и кроме эпилепсии он родился с тяжелой формой порока сердца мама уже знала что бог исцеляет эпилепсии от эпилепсии взяла володю поехала вздолбунов ровенской области там молились о нем и господь исцелил его после этой молитвы от эпилепсии пастор они клай михайлович пилопюк пастор мишинга господь черч он был свидетелем этих молитв и он подтвердит это свидетельство он присутствовал на обеих молитвах про по поводу брата володи газ маме сказали в институте амосова что он у тебя не жилец ты как бы так потихонечку себя настраивал что его у тебя и не было и моя мама сказала так не будет он будет жить сегодня мой брат является пастором городе овруче у него 4 здоровых сына и он жив тоже пережил очень много милости господней если у нас будет время позже немножко расскажу о нем потрясающе потрясающе и то есть это свидетельство того что бог не молчит конечно конкретно явно определенно что бог исцеляет не только разбитые сердца но но также тела также физически бог исцеляет каким образом начала складываться с ваша судьба после этого еще это не конец истории по поводу исцеления потому что отец продолжал болеть и он болел 30 лет я росла мы все росли в доме где выросли в селе где нужно было работать физически очень тяжело и он был очень ограничен в этом поэтому мы росли с детства таскали носили копали мыли работали все что практически умели делать все я помню когда брал отца приступ моей обязанностью всегда было бежать за полотенцем и за ложкой чтобы мама стоя вставала возле него молилась я всегда помню она растирала ему груди взывала к богу и когда мама меня просила доте мне нужно выйти посмотри за то там я помню как я всегда боялась и сидела ее так кусала пальцы говорила господь не дай только чтобы это случилось когда я буду дома 1 с ним и пол не дал так не 1 остаться когда у него был приступ валентина вы я более чем уверен что вы вникали вот в саму суть вот этой болезни мы как христиане мы понимаем что есть две составляющие в болезни которая называется эпилепсия есть духовная составляющая есть физическая составляющая то есть сегодня не эфир для для дискуссии относительно вот какое что из двух является вот доминирует то ли духовно то ли дима демонические влияние то ли чисто физиологические особенности не об этом речь но вот лично вот в вашем кейсе в вашем случае вы видите что это было результатом чего вы знаете трудно сказать результатом чего это было но по свидетельству служителей которые молились все-таки это было похоже демонической демоническим влиянием по какой-то причине которую до сих пор мы конкретно не знаем мы сидели рассуждали и я у мамы тоже спрашивала она говорит вдруг вдруг дело в том что они живут в селе и там где я родила что-то село как бы православное но каждом во втором доме это шепчут колдуем и по делают вот все эти вещи как друг другу подсыпают подливают подкидают чтобы принести вред если вы этим занимаетесь друзья дорогие дорогие зрители придите к богу в покаянии дабы не наследовало или вас или или ваших близких участь того что было поэтому это как предостережение для ряда из вас это в духе чувствую я должен это сказать особенно на постсоветском пространстве то есть то цену придется платить очень серьезную в эти силы они просто так не даются за них потом приходится расплачиваться близкими людьми и тяжелые последствия и так отец вы видели болезнь вы видели страдание отца это василь мой отец был борцом он у него он крепкий суд очень сильный и он сам всегда готовил уль был учителем физкультуры его ученики побеждали на районных соревнованиях по борьбе он готов был уже будучи больным он все равно подготавливал учеников изумительным образом и было тяжело видеть вот этот сильный мужчина такой крепкий и когда он становился как ребенок физически и болезнь продолжалась 30 лет он ему было 28 когда заболел 58 это было мама 90 90 мили в девяносто первом году чтобы не ошибиться приняла водное крещение и господь сделал ей подарок он исцелил нашего 58 лет он получил исцеление 30 лет он болел где можно сказать многие могут сказать но тебе было десять месяцев ты переросла как как многие ищут да вот но 4 человека и 30 лет болезни отца мы видели сломленным в кровати бессильным и когда после этого он вставал за плуг или он брал косу или он брал топор он делал в 60 то что он не мог делать в 30 и в 40 и в 50 это милость здесь сослаться на то что это было стечение обстоятельств мы можем мы можем ссылаться ну единожды с кем-то да ну случайно еще два человека в семье но четыре человека то есть это исключено до четыре человека и на сегодняшний день наш дом полностью свободен октепи жив господь нет ни следа ни в ком не нас те кто болели не в детях не внуках ни в ком в дом поставила полностью свободен да будет благословенное имя господь валентина вот смотрите мы здесь на нашем континенте мы научены а вот настолько теологически нас много учат мы напичканы но не скажу философскими но теоретическими познаниями вы открываете духовную литературу которых очень много тысячи тому в христианском магазине и ряд из них на тему как освободиться от того есть двенадцать ступеней 1 2 3 4 5 как получить исцеление есть 24 ступени 1 2 3 4 5 то есть и вы знаете я по этим ступеням в начале своего становления как служитель чуть-чуть заглядывал что же за ступеня потом это все ну прошу прощения за хотел сказать перечеркнул может там есть какая-то какое-то зерно но но вы же не знали ни ступеней вы не знали уровней то есть была простая молитва и до вера доверия искренная вера и все и сегодня я сама как магистр богословия могу сказать что я не читаю формулы вот то что вы вот такие до ступеня это формулы а написано конкретно кому ответит или на кого презрит господь на сломленного духом на сокрушенного и вот если человек сокрушенный не нужна никакая формула это как женщина которая страдала много лет и положила в сердце своем написано хотя бы прикоснусь края одежда и она побежала и прикоснулась к этим кисточкам птицы заповедям господним и господь исцелил ее и вот в нашем доме господь сделал такую милость и мой я тату папа он практически после этого еще больше 20 лет он прожил он он жив еще сейчас он находится в очень очень тяжелом состоянии в больнице и что интересно что бог не остановился в вашей семье на том что просто исцелил вас и вы радуетесь об исцелении и на пути его двигаетесь в царство небесное ваш брат в служении пастор церкви до когда моя мама была беременна алла и сестра которая передо мной у нее было заражение крови ядами беременности 99 процентов практически ей у нее не было шансов на жизнь и она была в больнице и их ее хотели оперировать говорили аппендицит и все такое но был один врач старенький еврей который сказал что я не допущу операции он был от бога послан там он был возле нее все время а в это время как написано до церковь усердно молилась мама написала своей семье в камнец подольский молились они и было такое введение цена на молитве открытый гроб и голос господний прозвучал и сказал рай рам ради семьи и ради края в котором она живет дарую жизнь и вы знаете юрий наша семья стала первой христианской семьей в нашем районе в овружский район это второй по величине по количеству населенных пунктов район в украине это огромный район это православно-языческий район это коммунистический православие контролирует коммунистом коммунисты православие и наша семья стала практически 1 евангельские христиан гельские христиане которые установили церкви и мой брат является пастором городе о вруче церкви христиан веры евангельской жив господь друзья как не воскликнуть глазом радости давайте вот воскликнув глазом радости слыша от нашим живом господи иисусе христе и его великих делах которые он совершает на земле и каким образом господь повел вас на североамериканский континент о это такая длинная история как бы ее сократить но если в двух словах я сама преподаватель богословия последние четыре года в украине я была преподавателем богословия древнегреческого языка в львовской богословской семинарии и оттуда я уезжала в мексику как миссия или по зову сердца или что-то там такое было особое моя мама и таска описала так ты не вышла замуж ты не ты не едешь в мексику потому что ты вышла замуж за мексиканца а ты вышла замуж за мексиканца потому что господь хотел видеть меня в мексике вау да я познакомилась с замечательным человеком это немножко раз можно рассказать когда я не было я закончила школу очень рано мне было 15 лет 15 лет я поступила в университет я сама преподаватель русского языка литературы английского языка и уже в 20 лет я закончила университет уже у меня диплом был на руках это вундеркинт на то время конечно этот разум я направляла на другие вещи я когда училась в университете жила полностью грехе познала разрушительную силу греха и особенно я никогда не хочу упустить этот момент когда я была уже на пятом курсе и были зимние каникулы я помню не поеду я домой останусь я отгуляю последние каникулы а потом уже и все можно жить свободную закапывать и я не позвонила родителям и вы знаете как 10 дней наверное они обо мне ничего не знали и когда я приехала домой я вышла из автобуса увидела мою маму на дороге когда пришла она посмотрела мне в глаза и сказала дотя ты знаешь как я тебе молилась горит я каждый день выходила на дорогу каждому автобусу и когда тебя не было я заходила в комнату закрывала за собой дверь становилась на колени говорила господь если что-то с ней должно случиться я прошу тебя только одну милость чтобы она успела воззвать к тебе в последнюю минуту жизни и вы знаете если бы не не милость господня ко мне я бы себе никогда не простила этой жестокости по отношению к родителям я благодарю господа за то что он мне дал возможность последние 20 лет познать эту это благословение почитать родителей я так благословлена из-за этой заповеди что он мне дал возможность восстановиться как дочери попросить прощение у моих родителей и у тех из вас которые есть родители и часто молодые люди думают что родители это враги и как его когда-то в адамском саду думала что бог что-то удерживает хорошие от них юрий так мы часто думаем когда мы молодые родители это сокровище от господа и я прошу молодые люди просто посмотрите в их глаза это глаза которые всегда будут открыты для вас начните сегодня почитать и любить своих родителей вы знаете вы знаете валентина вчера меня с женой отвозил один человек в аэропорт вот с одного штата мы улетали в калифорнию и он вчера возвратился утром по моему из канкуна то есть это там где вы проживаете и и говорит взял всю семью своих детей некоторые уже почти в совершеннолетнем возрасте там по моему 15 17 и говорит я сел со своими детьми и трое сыновей или четверо и там друзья были там не человек шесть или семь было я задал им вопрос дети спросите меня чего-нибудь о духовной жизни спросите меня вот ну что то как у своего отца они долго смотрели долго смотрели и все что они нашли меня спросить это как тебе нравится солнце в канкуне я ожидал мы же здесь на 10 дней говорить я ожидал что они поинтересуются папа расскажи там то другое треть и действительно вот это вот а то что мы видим на со стороны молодых людей но и это это нельзя назвать это бичом но это большой тревогой со всеми родителями с которыми я общаюсь совсем у которых есть подростки уже дети которые приближаются к совершеннолетию всех в родитель на 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 родительских устах в их глазах тревога тревога потому что в основном дети это айфоны это фейсбуки это соц сети и прочее и прочее и прочее прочее и поэтому почитать родителей глядя как на их жизнь как на образ пример и модель подражания ну я говорю это своих родителей это есть у меня апостол иисус христос апостол павел на третьем на третьем месте это папа и мама после иисуса христа апостола павла прошу прощения что я так говорю то есть на третьем месте после первых двух персонажей это мои родители и я уверен что вот вы скажете то же самое глядя на благочестивых богобоязненных богоугодных наших молитвенников пап и мам то есть просто благодарность богу так и рвется струей бьет ключом почему что бог подарил нам таких родителей и я вам так скажу по большому счету это не наша заслуга это не ваша заслуга то есть это вы верно победа это милость это благодаря валентина это ваше время не мое в эфире продолжайте и когда я закончила уже университет приехала домой 20 лет с дипломом я помню зашла к себе в комнату однажды вечером и подумала так хочу ли я жить так дальше как я жила вот эти пять лет особенно в университете которые я провела хочу хочу ли я дальше вот так топтать себя как я это делала и я просто стала на колени и говорю господь если то что от меня осталось оно тебе нужно если ты что-то можешь из меня сделать если я тебе куда-то пригожусь я тебе посвящу сегодня посвятить свою жизнь и я покаялась в этот момент господь подарил мне покаяние и с тех пор по милости господней 20 лет я служу господу но в этот вечер юрий я помолилась еще одной молитвой и эта молитва была такой господь я не хочу бегать на свидание и не хочу влюбляться ради влюбленности чтобы сказать что вот у меня есть парень что я пришла из мира я знаю цену греха и говорю господь просто с запечатай мое сердце до тех пор пока придет мою жизнь тот кого ты приготовил для меня мужья и пошло время мне было 20 лет я пошла учиться в библийский колледж коростоне в украине 22 года 23 года после колледжа я приехала в овруч с подружкой начинать церковь и сейчас я оставила церковь и церковь и подружку моему брату моя подружка сейчас его жена мы вместе трудились она больше с детьми я со взрослыми так родилась там церковь после этого меня пригласили учиться в канаду просто однажды был звонок один брат у которого есть миссия в канаде сказал господь мне сказал что ты должна приехать и закончить свое образование как бакалавр богословия в канаде он на это время готовил преподавателей для львовской богословской семинарии я поехала подала документы поехала учиться закончила ехала в аэропорт мой брат старший вез меня говорит валя деньги есть я говорю есть 20 долларов он горит на на тебе еще 50 и так я поехала учиться в канаду господь был милостивка мне то это приключение 20 если ты ходишь с господом и посвящая свою жизнь я даже не понимаю как кто-то может говорить что христианская жизнь это скучно я не что сказал из моих бывших друзей я вкладываю меня бывших не бывает но я вложил смысл в слово бывших да не приложу толкования но тем не менее он так сказал служение богу это сплошное удовольствие я всегда это сплошное приключение когда закончила учиться в канаде вернулась год была в киеве трудилась потом уже открылась семинария во львове четыре года как я говорила была там преподавателем и все это время шло часы тикали мне было двадцать пять двадцать шесть я была одна друзья говорили чё ты сидишь закрылась что у тебя он муж с неба упадет иди где-то по разным церквам я когда была в львове у меня было служение в детских домах со студентами мы ездили на выходные в детские дома служили детям времени на глупости у меня практически не было было замечательно замечательное служение богу однажды у меня один брат который был регентом хора в одном из городов украине говорит валя расскажи мне секрет будет вот у меня форе много девочек твоего возраста много сестер твоего возраста что уже им больше к 30 чем к 20 и вот я тебя вижу ты постоянно занята ты служишь ты смеешься ты радуешься в чем секрет того что ты не страдаешь вот говорит у меня сестры отчаиваются уходят в мир искать мужей уходят выходят замуж за неверующих и приходят возвращаются потом разбитые в церковь я так подумала и правда в чем секрет и сказала ему ты знаешь секрет том что нужно желать желать господа больше чем желать мужа и в этом был секрет было тяжело были моменты когда люди люди могут делать жестокие комментарии шутки списываю тебя уже после 26 27 уже как бы я была снята со списком моих коллеги и друзей и за неделю до своего 30-летия я познакомилась со своим будущим мужем и когда я сказала своим своей семье они сказали мы молились о том чтобы господь тебя на 30-летие подарил мужа и он так и сделал если говорят что мужья не падают с неба мой упал то есть это 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 тот рыцарь на белом коне о чем мечта сердце было много лет до того но я думаю если мы говорим рыцарь на белом коне то который исполнить все наши мечты как человека я думаю это скорее господь иисус христос и рыцарь на белом коне от нас понял да и вот нас валентина смотрят ряд из сестер и я знаю что вы проводите вы сделаете поправку в моей речи если вот недостоверно полученную форму вы проводите семинаре беседы на тему как ожидать своего да это одна из тем одна из моих любимых одна даже из любимых да то есть вы по церквам среди молодежи то есть вы проводите есть потребность на телеканале есть потребность для таких тем я не знаю вот как бы мы с божьей помощью это осуществили это мечту но есть для такого рода семинаров бесед есть потому что потому что у некоторых из наших даже зрители прекрасного пола человеческого у них есть желание выйти замуж и это хорошо правильно но как результат того что сильно хочется замуж голова идет кругом конечно и делаются какие-то шаги какие-то попытки которые как вы верно подметили история плачевно говорит жизни что они приводят нежелательным результатами последствиям поэтому есть этому место я если богу будет угодно будем молиться чтобы я бы как по крайней мере я бы хотел я открыта для служения здорово это моя страсть чего вот смотрите вот смотрят нас сегодня такого рода вот кандидаты для этого будущего семинара или бесед с чего им начать чего начать с с понимания того что девочки вы не являетесь товаром который нужно продать и что вы думаете если вы залежались на полках вы уже прошедшие нужно вкладывать свою жизнь в служение господу вот для меня секретом там всего было я была настолько занята служением господу я так люблю слово божье что чаша моя и преисполнена и еще одно многие думают одна из ошибок молодого человека как девушки так и парня мы думаем что выйдя замуж мы решимся наши проблемы но я же ведь грешник которому постоянно нужна благодать божья соединю свою жизнь с таким же грешником которому нужна благодать божья поэтому когда мы приходим в отношении в ожидании получать то тогда каждый говорит дай 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 как с него уборочная машина папе слава предотвращается в собачью жизнь простите за выражение но это но это правда поэтому нужно ко всему подходить как даватель а не как потребитель и вот это эту жизнь давателя начинайте сегодня начинайте вкладывать свою жизнь начинайте посмотрите где кого кому нужно послужить кого нужно обнять кого нужно утешить кого нужно посетить кому нужно кого кому нужно слово сказать вкладывайте свою жизнь вы не товар который лежит на полке вы творение созданное для славы божьей прославляйте господа в телах ваших и в душах то есть вы верите что на каждый товар из покупателя я сказала что это не товар. Поэтому я думаю, что если у Господа, если у тебя в сердце есть желание создать семью, то у Господа есть план для тебя. То есть, хорошо. А если кому-то суждено остаться одним или одной? Может такое быть или исключено? Ну, в Писании конкретно говорится, что есть скопцы, есть люди, которые предназначены для служения. И я думаю, что их страдания, их одиночество для них благословение, а не страдание. В моем случае мы с мужем уже женаты 10 лет. В этом году в апреле будем праздновать нашу большую дату даст Господь в жизни. Но Господь нам не дал детей. У нас нет детей. Ну, еще есть время, жизнь приходит от Господа. Но тем не менее, если твое сердце удовлетворено в Боге, у меня с того момента, когда я пришла к Господу, Господу я научилась жить, что чаша моя преисполнена. Писание говорит, великое приобретение, быть благочестивым и всем довольным. То есть, преисполнена чаша. И даже в этом состоянии, в этом положении, даже в этой ситуации, то есть, хотя где-то в глубине души мы претендуем на большее, но мы удовлетворены, потому что мы в Боге. Даже на данном этапе чаша моя преисполнена. Пусть она будет чуть-чуть, то есть, может, она не будет огромная, может, она не будет глобальная, но она достаточная для того, чтобы я находил удовлетворение в том, в этой ситуации, в моих обстоятельствах, на этой платформе, на которой Бог меня поставил. А если Бог будет доливать эту чашу, это нормально. Ну так или нет? И Он будет доливать. И Он будет доливать. Дело в том, что наше понимание супружеской жизни, особенно молодых девочек, это свадьба. Вот понимание такое, знаете, как бабочки, свадьба. Но после свадьбы нужно же жить. И брак – это full-time job. Это работа на полную ставку. Причем работа тяжелая над собой. Потому что для чего Господь создал семью? Семья дается, где два человека в Божьем дизайне вступают в добровольное соглашение служить друг другу в потребностях друг друга. Но наше-то понимание совершенно другое. Мы думаем, я иду в брак, чтобы мне служили. И каждый ждет, чтобы ему служили. И вот тогда приходят разрушители, начинают обворовывать и раскрадывать. Я слышу статистику, я недавно читал, провели опрос, буквально это в Украине было, где-то на одном из интернетовских порталов, украинских. обнаружил, что на сегодняшний момент подавляющее большинство девушек, которые ищут брак, они делают это исходя из расчета, то есть исходя чисто из финансовых интересов, чтобы он был обеспеченный, чтобы он был богатый, чтобы он был чуть-чуть олигарх уже в 20 лет и прочее, и прочее. То есть и это ужасно. Это с учетом того, что Украина это благословенная страна, и она еще будет благословенна во имя Господа Иисуса Христа, благословляем Украину. То есть, но статистика поражающая. Да, и я думаю, что сегодня нам нужно как учителям Писания все-таки больше поднимать голос о ценностях. Все-таки что такое семья, что такое ведь если ты живешь, если ты один и не удовлетворен в Господе, то ты никогда не будешь удовлетворен в браке, потому что настоящее удовлетворение сердца, полнота жизни приходит от Господа, от того, что я знаю, кто я есть. Если мы посмотрим на жизнь нашего Господа Иисуса Христа и на то, что когда он был на земле в теле, насколько он проходил унижение, но он не чувствовал себя меньше того, кем он был, Бога. Наша проблема в том, что мы не знаем, кто мы есть. Мы думаем, что для того, чтобы быть кем, чтобы состояться, нужно всему миру доказать, а для этого мне нужен дом, мне нужен дом, мне нужен престиж, мне нужна работа шикарная, мне нужен муж, у которого будет неограниченный кошелек и так дальше. Это мир кончельно. Это обман, который сатана нас обволакивает, и мы живем в мизерии. Мне очень нравится, как говорит апостол Павел Колоссян, 3 глава 1 стих, говорит, если вы воскресли со Христом, то помышляйте ищите горного, помышляйте о горнем, а не земном, ищите горного. Это не для всех, это только для тех, кто воскресли со Христом. Смотрите, Валентина, у нас есть партнер в служении, я не озвучиваю ни имени, ничего, ни штата, сестрички за 30 лет. Наверное, 35, не меньше. Я ее никогда не видел, единожды, по-моему, говорил по телефону несколько лет назад. И я позвонил ее поблагодарить, потому что она относится, как мы говорим, к VIP-партнерам, то есть партнеры, которые жертвуют много ежемесячно. То есть она не сверх олигарх по финансам, но, видно, достаточно для того, чтобы благословлять Бога и положил на сердце. Это ее слова. Когда я позвонила, она говорит, Юрий, я даже не вам это делаю, я делаю это, как для Господа. Вот, когда я чуть-чуть вник в историю, я к чему? К тому, что она не замужем. Ей 30 с чем-то лет. И вот она обрела для себя, я понимаю, родители молятся, и она, наверное, ищет рыцаря на белом коне, в хорошем смысле этого слова. Но она обрела для себя то, что она может служить финансами, которые Бог ее благословляет, благословит, финансами для служения импакта. То есть я выхватил вашу мысль, что можно чем-то, как-то, где-то для кого-то быть большим благословением. Даже в 35 или в 40. Конечно, даже в 16 и в 15. Потому что если мы посмотрим на жизнь Марии, Мария Господь, она была подростка, может, где-то первый класс хайскул, когда Господь явился ей. Да, да, да. Дело в совершенно не возрасте, дело в расположении сердца. Если мы посмотрим на мужей Божьих, первое всегда, что они делали, располагали свое сердце. вот расположенное сердце для Господа, это доступное сердце, и Господь может сделать очень многое. Достояние ли это каждого, или вы любимчик у Бога? Вы знаете, иногда я себя чувствую любимчиком, но это достояние каждого, потому что Господь говорит, придите, если кому-то не хватает даже мудрости, просите, и дано будет всем, каждому просящему будет дано. Писание не говорит о том, что только для некоторых будет расположено сердце. Я лично думаю, что Господь каждому может расположить сердце. Есть Божий фейвор, как мы говорим. Божий фейвор во Христе Иисусе, все мы облагодетельствованы во Христе Иисусе. Вы на сегодняшний момент живете с мужем, как мы говорили вначале, в Канкуне. Да. Да, когда мы поженились, мы поженились в Украине в 2004 году, я очень хотела оставаться дальше в Украине, у меня было состоявшееся служение, у меня был свой офис, я была, как бы, уже у меня было своего рода имя. И статус. Да, уже мой статус был, и мне, я не хотела никуда двигаться. Да, ему же моему Украина очень нравится, он был, он с удовольствием хотел остаться в Украине, но мы искали Господа, и Господь нам сказал Мексика. Он владеет русским языком? Нет, пока нет. Он украинский учит чуть-чуть, но мы на английском общались, это был наш язык, пока я не заговорила на испанском, сейчас на испанском. Вы свободно владеете испанским? Свободно. Каким образом вы помогаете вот этой нищете? Как вы находите? Ну, их не надо находить, они сплошь и рядом в Мексике. Вы знаете, и это мое личное мнение, возможно, многие читатели, многие слушатели не согласятся, но я считаю, что никакую нищую страну не спасешь питанием. Я думаю, что самое важное это Слово Божье, чтобы оно преобразовало мышление. И вот когда будет у человека преобразованное мышление, то тогда и на все будет смотреть по-другому, в частности на образ жизни. Дело в том, что если мы просто раздаем, я не вижу в Писании, если я ошибаюсь, исправьте меня, просто случаев, когда люди ходили и искали бедных, чтобы их накормить. Да, кормили тех, кто ходили и искали Слово Божье, им давали пищу. Если кто-то стоял на дороге и просил, но вот ехать просто и искать я не вижу. Возможно, я ошибаюсь, я не знаю, конечно, Писание совершенства не знаю, я открыта для исправления, но мы говорили немножко с сестрой Верой перед передачей, что то, что мы постоянно везем продукты, в частности в данный момент в Мексику это происходит, это кормление духа нищеты. Ты везешь и везешь и везешь, но результата духовного от этого нет. Мексиканский народ это замечательный народ, я очень люблю мексиканцев. должны любить, муж мексиканец. Особенно одного люблю очень сильно. и я за мое время, за 9 лет пришла к такому выводу, что церковь не предназначена для того, чтобы решать финансовые проблемы какой-либо нации. Господь сказал, идите и проповедуйте Евангелие. И вот мы работаем так, мы проповедуем Евангелие, в церковь приходят разные люди. Мы живем в очень бедном районе, в Канкуне называется 95-й район, мы живем недалеко от церкви, я хожу, 15 минут пешком я хожу от церкви к дому, и хожу и проповедую, меня знают, опять идет уэра белая. Но мы увидели, что просто кормление не приводит к результату. Христос говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Поэтому мы выбрали такое направление, у нас три основных служения в церкви, это евангелизация, естественно, проповедь, Слово Божьего, проповедуем разным образом, кроме того, что в парках личное в основном, в церкви постоянно проходят служения, мы проводим разные events, события, да, скажем, для семейных пар, семинар, где проповедуем евангелие, для, недавно я проводила семинар для одиноких людей, одинокие люди иногда нуждаются в том, чтобы кто-то рассказал им, научил, как жить свое одиночество. насколько крепки мексиканские семейные устои? Очень некрепки. Очень некрепки. Если говорить о commitment, о посвящении мужа и жены, если говорить с детьми, то немножко похоже на наши славянских, что держатся друг дружку, но если муж и жена, то это тяжелая история. То есть грех в Украине, в Америке и в Мексике? он тоже. Просто он имеет немножко свой акцент в каждой стране. Поэтому евангелизация проводится. Второе направление это детское служение. С детьми мы занимаемся каждую субботу. У них есть свое собрание, прославление, у них есть свой урок. Мы кормим детей из нашего района. Прибегает очень много неблагополучных семей. Детки прибегают в очень тяжелом состоянии. Мы стараемся вытягивать вши. Помыть голову трудно, потому что родители потом будут жаловаться. И кормим их, одеваем там, где надо. Сделали вот такой проект, например, проверили зрение. Потому что 80% отстающих в Мексике детей они отстают из остающих 80% отстают, потому что у них проблемы со зрением и они не видят. Я вижу, что мне показывают режиссеры, что время, к сожалению, стремительно час ушел наш. Верю, Валентина, что наша встреча первая, но не последняя. Бог доблославит ваше служение в семье, в вашем духовном служении, в том, что вы делаете для людей, для молодежи, для девочек, для девушек. И в целом пусть Божья благодать изобилует, преизобилует, восполняет все ваши нужды во имя Господа Иисуса Христа. Будьте благословены. Принимаю благословение. Будьте благословены. Друзья мои, помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте. Иисус Христос